Сегодня представителями филиала Федерального государственного бюджетного учреждения Росельхозцентр по Республике Адыгея и по Кашхабульскому району, а также специалистами Управления сельского хозяйства администрации района был осуществлен выезд в хозяйство с целью мониторинга состояния перезимовки зимных зерновых культур. Начинаются весенние полевые работы, в принципе, разгар весна по настоящему состоянию, температурный режим поднялся и растения уже тронулись в рост, потому что сами видите, что начали, а в основной массе первая ранневесенняя подкормка почти завершена. Ну и идет, значит, однозначно сказать, что по всему полю это само как-то единый прием обработки нельзя, потому что к каждому полю нужно подходить индивидуально, потому что факторы, влияющие на развитие как сорняков, так и болезней различные. Поэтому о чем здесь можно сказать, что каждый хозяйственник или фермер должен подходить индивидуально, потому что зависит от сорта, от сроков сева предшественников культуры, и необходимо, в общем-то, это само определиться по составу сорняков, состоянию развития растения, развития на растениях выявленных заболеваний, и тем самым тогда определиться по выбору препарата и срокам его применения. Ну, ориентировочно, если устоявшаяся погода в таком температурном режиме будет проходить, то мы предполагаем, что химическую прополку нужно будет начинать числа с 10-15 марта. Это по сорной растительности. Ну, а то, что касается болезней на азимом поле, то вот на сегодняшний день еще о болезнях говорить рано, хотя на выявленных и посмотренных единичные симптомы заболеваний, там, гельминтоспориоза, септоспориоза, и частично одиночные, да, корневые гнили присутствуют. Более обследованы посевы азимах в разрезе всех хозяйств, и выявлено, что азимы и зерновые культуры на сегодняшний день находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Состояние посевов хорошее, хорошее, находится, это самое, в стадии кущения, кущение еще продолжается, в принципе, отдельные поля подкормлены, рост пошел, в принципе, выпадов таких нет, почва не переувлажненная, температурный режим хороший, развитие пока на данном этапе развиваются, азимы хорошо. Всего в этом году азимы и зимующие культуры занимают 17 741 гектар. На сегодняшний день по району произвели подкормку азимых зерновых культур по площади более 15 тысяч гектаров.